Книга «Открытым оком», 23 том, вопрос 3552, тема литература. Каких поэтов дала белая эмиграция? Кого рекомендуете почитать для пользы души? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Рекомендовать не могу ни одного. Всех их не знаю, а что удостоился прочитать, то они как под одну гребенку все. Ностальгия по Святой Руси. Страдания от поражения, жажда вернуться на родину, отомстить за пороганную Россию, воцарить бы царя-батюшку. На днях прислали стихи Сергея Сергеевича Бехтеева. Грядущие, 440 страниц. Из всех его 275 стихов я еще раньше нашел только одно стихотворение, которое мог взять в книгу «Открытым оком» том 3. Вопрос 1991. Эти стихи разбиты на 10 разделов, которые почему-то называют книгами. Стихи Сергея Сергеевича нежизненны. Они сегодня, как и при написании их, не могли воскресить ни одной души. В них нет глубины, нет совершенно видения выхода из беды, нет духовного наития. Не случайно приводятся биографии многих его родственников, которые были дворянами, заслуженными вояками, приближенными царицей и царя. Им было что терять. Им бы как шло. Пусть бы так и лежало вовеки. Страница 221. Жидовин. В скобочках. И много понтийских пилатов, и много презренных иуд Отчизну свою распинают, Христа своего предают. Граф Алексей Толстой. На нем пулеметные ленты, жидовский простой лапсердак. Винтовка, ручные гранаты и красный дурацкий колпак. Клокочет вражда вековая, беснуется пьяный народ. Сбылись предсказания Кагала. Нет Бога, царя и господ. С торгов продается Россия, проклятиями дышат уста. И вновь распинают евреи на новой Голгофе Христа. Перу и джидовское племя, глумясь над святыней Креста. Глумясь над распятой Россией, Россией царей и Христа. 1921 год. Бехтеев находил себе слушателей-читателей, Кто будет благодарен ему и на могиле его. 7.04.1879 по 4 мая 1954 года, годы жизни. 75 лет. 41 год прожил он на родине, воевал много. Был несколько раз ранен. Отходил с разгромленной армией Деникина. И 34 года жил в Сербии и во Франции. Мечтал освободить святую Русь от красной чумы. Долго не верил, что царя со всем семейством большевики расстреляли и сожгли. И писал стихи о царе как о живом, но иногда видел его смерть. На бой последний, на бой кровавый звал великого князя Николая Николаевича и князя Кирилла Владимировича. Но у выброшенных на чужбину воинов были в руках уже ни шашки, ни пулеметы. А кирки и лопаты. Они строили жилье и дороги. Сергей Сергеевич открыто заявил в 1929 году, что царская семья чудесно спасена. Он отошел от реальной жизни и как бы опустился на дно с китежем. И ждал, что царь снова храмы воскресит для православной литургии. Ну и что может сегодня взять любой грешник из его патриотических стихов? Не говорю о всем мире, о сектантах, а даже в суе называющие себя православными. И те его стихи заучивать не будут, и никто не пропоет его вирши на пользу ближнему. Стихи Юппа, Филиппьева я уже разбирал. Они точно такие же, как гриб Парвоха, Парховка, в который втыкают иголки в деревни. Псалом 108, 28. «Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут посты жены. Раб же твой да возрадуется». Людей с таким настроем я называю исмаилитами. Уже совершился разгром, а они все еще пытаются вернуть вспять гнев Божий. Даже Сталин понимал в этом плане, что с ними делать. Тогда Иоанн Анан сказал Гадолий тайно в массифе. «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании. И никто не узнает, зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды». Волчонка-волк, начав помалу приучать, отцовским промыслом питаться, послал его опушкой прогуляться, а между тем велел прилежней примечать. Нельзя ли где счастье им отведать? Хоть, захватя греха, насчет бы пастуха. Позавтракать или пообедать, приходит ученик домой и говорит, «Пойдем скорее со мной. Обед готов, ничто не может быть вернее. Там под горой пасут овец, одна другой жирнее. Любую стоит лишь унесть и съесть, а стадо таково, что трудно перечесть». «Постой-ка, — волк сказал, — сперва мне ведать надо. Каков пастух у стада? Хоть говорят, что он неплох, заботлив и умен, однако стада я обошел со всех сторон и высмотрел собак. Они совсем не жирны, и плохи, кажется, и смирны. Меня так этот слух, — волк старый говорит, — не очень к стаду манит. Коль подлинно неплох пастух, так он плохих собак держать не станет. Тут тотчас попадешь в беду. Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу. Где сбережем, вернее, мы наши шкуры, хотя при стаде том и множество собак, да сам пастух дурак. И где пастух дурак, там и собаки дуры». Иван Крылов, 1811 год.